Девушки отдыхают Самый простой вариант наказания Вот сейчас все поймете меня Это ребенок должен видеть К чему приводят его неправильные поступки Вот смотрите ситуация Это классика нашей страны Вот я это вижу каждый божий день Представьте себе кроватка В кроватке стоит ребенок в возрасте 8 месяцев И сосет печенье Ну я уже не говорю о том Что сосать печенье не надо Ладно он его сосет И вот он сосет это печенье Потом берет печенье и делает как вот так И после как это печенье упало Что он делает И тут же подбегает мама Хватает печенье Или приносит следующее Кладывает в руку Он продолжает его сосать Через минуту он его бросает Выскакивает мама В результате у нас есть дежурный в доме По подниманию печенья Это может быть не только печенье Он сидит в кроватке Выбрасывает из него мяч А там кто-то дедушка Как дрессированная собачка Носится и приносит этот мяч Это у них называется воспитание Лишь бы молчал Понимаете да При этом смотрите внимательно Печенье исчезает И вдруг раз Опять печенье Понимаете То есть ребенок Не видит причинно-следственные связи Своим поступком Ребенка надо В 7 месяцев обучить Что если ты что-то выбросил То у тебя этого не будет Понимаете То есть если ребенок выбросил печенье Все ребят Следующее печенье он получит На следующий день Не раньше Понимаете То есть это принципиально важно Чтобы мы всегда это делали Если ребенок отказывается от еды Что должно с едой произойти Она должна исчезнуть Правильно А у нас что происходит У нас не еда исчезает У нас появляются кто Те кто лучше умеют ребенка накормить Правда да Я вам честно скажу В этом плане Вообще с воспитанием Огромные проблемы Я недавно увидел На одном из родительских форумов Такое общение Значит оказывается Какие-то очередные ученые Выяснили Что если тарелка Красиво разукрашена То ребенок съедает На 30% еды больше И Тысячи мам Обсуждают Как это классно Мы сейчас пойдем Понакупаем разукрашенные тарелки Что же я такая То есть для нас Для всех засунуть в ребенка На 30% еды больше Это что? Это мечта Потому что у нас Такие представления о том Что такое хорошо И что такое плохо Любовь Это накормить ребенка Безопасным И тогда когда он голодный Вот это наша задача Но если ребенок не хочет Мы его наказали У него исчезла еда Поэтому он хочет Чтобы его мама кормила Хотя он прекрасно Может кушать сам Еще Вот что неправильно Очень часто Лишение вечерних мультиков То есть Сплошь и рядом Преступление Или там Неправильное поведение Совершено утром А наказание Будет вечером И пока дело Дойдет до просмотра Вечерних мультиков Уже никто вообще Не помнит Что я такое натворил За что меня так наказали Понимаете? То есть Вот эти нюансы На них тоже надо Обращать внимание Дорогие друзья Спасибо, что вы с нами И будьте всегда в курсе Последних наших новостей Подписывайтесь На наш канал в ютубе Продолжение следует...